те но нет смысла да надо знать теорию поэтому вот так вот давайте дальше значит рассказываем какие могут быть проблемы в дрессировке если у вас что-то не получается вот прямо вот послушайте послушайте да их ну как бы да что может быть и не так собака теряет интерес или не слышит или не слышит вас бывает такое или постоянно клянчит бывает такое теряет интерес не слышит якобы команду которую вы считаете что она знает да и просто постоянно кельчат то и сделает все подряд да значит что может быть не что можно к что может быть вы делаете не правильно нет подкрепление может быть ее вообще не даете подкрепления на дел теорий нет ваше подкрепление второе ваше подкрепление не приносит удовольствие это тот случай когда собака допустим сытая она she не хочет делать она хочет спать вы выбрали не то время для занятий на просто не приносит удовольствия и ничего не хочет ваше подкреп 3 ваше подкрепление сильно отстает по времени это то что я говорила помните собака села вы даете кусок когда она уже встала например или щелкайте когда она встала то же самое сильно отстает по времени подкрепления собака не может это связать да и четвертый пункт нужное действие не происходит вы не можете подкрепить до соответственно ничего не получается почему почему такое может быть потому что вы ждете сразу идеального ответа нужное действие ну как не происходит не подкрепляется а вы ждете что вот где знаете раньше в сети была такая картинка где на лавочке а где на лавочке значит сидит девушка ну как девушка скелет скелет такой в фате видели нет и написано она ждала идеального мужчину вот с вами может случиться то же самое если вы будете ждать идеальный ответ снисти свои требования снести требования и хвалитесь даже на маленькие шажки тогда у собаки не пропадет мотивации она будет с радостью на той собака кого будет ну условно говоря думаешь она умная то есть вы даете задачу она решает ведать задачу она решает ей приятно да так заниматься а если вы даете такие задачи которые ей ну пока не по зубам то конечно она будет терять интерес понятно так значит что хотела еще вас спросить все ли вам понятно что такое положительное подкрепление что такое условное подкреплений то такое безусловно подкрепление до кликер для чего он понятно для чего кликер нам нужен для чего у кликер им к кому работает что это просто щелчок который надо связать с Приятным у собаки. Все понятно? Да, я просто читаю. Так, смотрите, давайте пойдем по трюкам. Смотрите, у меня есть деление по трюкам. Просто на две части. Объясняю, какое. Так называемые, я точнее так называю, есть трюки психологические, умственные. Да, это одна часть. И есть трюки физические или силовые. Объясняю разницу. А умственные трюки, это те, допустим, движения, ну, да, обычно все-таки с движением, да, связанным у собаки трюк. Это те движения, которые собака делает сама по себе, да, которые для нее естественные, да. То есть, но эти движения без выдержки и без многократных повторений. Расскажу сейчас дальше. То есть, это те действия, которые может делать даже щенок. А физиологические или силовые трюки, это движения, которые по своей сути, по длительности или по числу повторений неестественны для собаки. Давайте я сначала про них расскажу, потому что их, в принципе, мы их, ну, как, ну, мне кажется. Ну, хотя, как обычно, просто в такой бытовой домашней тассировке трюковой, их поменьше. Смотрите, физические, да, или силовые трюки. Что это, например, может быть? Например, это может быть стойка собаки на передних лапах. На передних ногах, на передних лапах. Даже когда собака опирается задними на стену. Это силовой трюк. Да, понимаете? Или, например, когда собака стоит, не опираясь на стену на передних лапах. Или когда собака идет на передних лапах. Особенно для крупных, средних, крупных, гигантских пород. Это силовой трюк. Да? Тот же вольт, да, когда собака, да, стенка, толкается об стенку, да, и там прыгает. Для многих собак это силовой трюк. Она не может, собака не может физически это сразу сделать. Это тяжело. Для этого нужны, чтобы системы организма собаки были готовы к этим трюкам. Это может быть, да, вам кажется, что это просто. Это не просто. Поверьте, для крупной собаки... Про зайку сейчас расскажу. Для крупной собаки может быть проблема стоять на передних ногах, даже когда задние на стенке. Это неестественно для них движение. В природе так собаки не делают, да. Даже кобелика дописывают на трех стоят, не на двух. Это очень неестественно для собаки. Даже для крупных и гигантских пород неестественно это хождение на задних ногах. Маленькие собачки часто встают на задние лапки и бегают, да. Для крупной собаки это может быть вообще большая проблема. Там надо очень крепкую иметь спину, да, крепкий таз, чувство равновесия, которое надо развивать. И то, что вы собаке, да, допустим, вкусняшкой спровоцировали крупной, чтобы она встала на задние лапы, сделала два шага, прошла, а она падает, да, и вы говорите, что такая тупая, не можешь нормально сделать. Так она не может, потому что у нее не готовы для этого ни мышцы, да, ни скелет, да, там, ни связки. Вот, поэтому, ну, есть атлетичные породы, да. Мы можем брать овчарок, малинуа, они сами по себе атлетичные, бордер-колли атлетичные. Но для них это тоже может быть проблема, допустим, да, стоять или идти на передних лапах. Это проблема может быть. А мы можем брать такие породы, для которых это вообще практически недостижимо. Достижимо, но после трех лет тренировки. Чтобы, да, как-то было это более понятно, приведу на человеческом примере. Допустим, у меня есть очень хороший дрессировщик, да, меня дрессирует тренер, условно говоря, да, по акробатике. Прекрасный тренер, тренирует много-много лет, приходит ко мне, например, и говорит. Говорит, знаешь что, сейчас я тебя научу делать сальто назад, давай. Вот, я говорю, что да, давай, классно. Смотрите, он мне объясняет все, как делать. Чисто технически он мне объясняет идеально. Каждый этап, куда я ноги, куда руки, как спину, куда голову, идеально объяснил. Я все поняла, я реально головой все поняла. Мотивация моя зашкаливает. Почему? Потому что мне пообещали 2 миллиона, допустим. Что я вот, сейчас он мне все объяснят идеально. Мне дадут 2 миллиона, только сделай сальто назад. Я сделаю его, скажите мне? Ни фига я не сделаю? Или шею себе сломаю? Ну, обычный человек сразу, да, не сделает. То же самое с собаками. Не требуйте от них, как бы, невозможного. Потому что, ну, они просто это физически не могут сделать. То есть, если вы что-то требуете, а собака, вы даже видите, что она понимает, но не делает. Значит, она по какой-то причине это сделать не может. Никогда это не отбрасывайте. Вот, даже если этот трюк вам кажется легким. Не списывайте вот это со счетов. Вспомните про сальто. Когда у меня мотивация зашкаливает, да, я все понимаю, но, к сожалению, сделать не могу. Возможно, если я буду каждый год заниматься, ой, каждый год, там, каждый день заниматься, да, я буду делать кучу подготовительных упражнений для этого сальто, то, может быть, года через два, может быть, я это сделаю. То же самое с собаками и силовыми трюками. Кроме вот таких трюков, которые я привела, да, силовые, я еще говорила, что они, движения эти, по сути, могут для собаки быть неестественные, а еще и число повторений, да, например, или длительность. То же самое с зайка, да, я говорила, да, перед перерывом, что может быть слишком долго, да. Для маленькой собаки зайка легче, а для большой собаки, если вы, или если это щенок крупной породы, не пересердствуйте с зайкой, реально может быть нагрузка на спину. Да, у меня, я там же спрашивала, вимарайнер, у меня умеет делать зайку, да, оба умеют, долго сидят, там еще разные трюки из этой зайки они умеют делать, но этот трюк можно отнести к силовым. Если вы его делаете так, что собака сидит ненадолго, там, на 2-3 секунды отрывает лапки, сидит и снова ставит, тогда этот трюк можно к умственным, психологическим отнести. Если это долго по времени, то его вполне можно к силовым. То же самое можно сказать даже про такие простые элементы, как, допустим, змейка между ног или восьмерка. Особенно, если у вас крупная собака, да, или гигантская порода, то же самое. Если маленькая собачка бежит, вы идете, да, собачка вот так вот бежит между ног. Если маленькая собачка, вот она вот просто бежит, она бежит практически не сгибаясь, есть что по прямой, ну, по большому счету, что так бежать, да. А большая собака, ей надо вот вокруг каждой ноги вот так согнуться, так, потом резко поменять и вот так согнуться, потом опять вот так и вот так. И часто это собаки делают не на шагу, да, мы их на рыси это просим делать. Так вот, представьте, они бегут и вот так вот им еще надо постоянно сгибаться. А если вот большая собака, она буквой С вынуждена сгибаться. Вот представьте, когда вы делаете восьмерку, просто расставляете ноги, и собака вот так восьмеркой между ними бегает. То есть она вот в среднем, да, вот когда между ног, у нее вот попа еще может быть вот так, а голова уже вот так пошла, буквой С. А потом она бежит в другую сторону, и она в другую сторону так сгибается. Поверьте мне, если вы будете так учить собаку, если она очень быстро даже схватит мозгами, да, это трюк, как это делается, если вы этим переусердствуете, у нее будет болеть спина, потому что вот эти вот изгибы, то есть очень аккуратно, всегда смотрите, да, как отвечает на все эти трюки ваш собак, очень внимательно. Вот, да, ну и давайте, ну как сказать, пройдемся по трюкам, вот, кстати, да, вот с лалом в Agility то же самое, кстати, вот эти палочки как-то абсолютно то же самое. Спортсмены, кто занимается Agility, серьезно, да, на таком, я имею в виду, уровне-то, они вам тоже скажут, что собаки, их собаки из-за того фитнеса, ну, с фитнес-триммерами работают, там очень углы как мышцы забиваются, они тоже все это очень аккуратно подходят, хотя такие уж прям гигантские породы не бегают, слава вам. Посмотреть там, да, ну, там Малинуа, Бордера, но это сложно, ну, в смысле, что это действительно, это хорошая наброска для собаки. Давайте перейдем к умственным, да, или психологическим трюкам, это можем туда отнести все абсолютно базовые команды, сидеть, лежать, стоять там на выдержку сидеть, на выдержку лежать, на выдержку стоять, да, ну, те вот эти же зайки, змейки, ну, мы говорим вот именно о гуманном их выполнении, никогда это, да, по 500 повторений, какие еще, да, портировка, вот эти все стесняшки, любые практически трюки, которые вы можете, ну, которые собака может сама сделать, ну, дотронуться носом до чего-то, да, дотронуться лапой до чего-то, это все можно к умственным трюкам отнести, вот, и их можете, как бы, в принципе, учить, вот, по любому методу, из которых я, которые я сказала, вот, давайте я по вопросам быстро пройдусь, буквально 5 минут, потом мы разыграем приз-супер-приз, и потом я выйду и зайду в эфир уже вместе с Юлей, и мы разыграем наш ошейник, давайте, можете написать вопросы, если у вас есть какие-то, я сразу говорю, по коррекции поведения мы не будем сегодня говорить, потому что, видите, даже по трюкам, полтора часа нам только-только, как, ну, у меня последний вопрос, так, что, извините, как научить отпрыгивать от стены, да, повторяю, что этот трюк можно к силовым отнести, для какой-то собаки, у меня Кира, она очень атлетично, хорошо сложенный вимаранер, для нее этот трюк был легкий, но она физически очень подготовленная собака, для какой-то собаки, которая большая часть лежит на диване, ну, даже не лежит на диване, это все-таки силовой трюк, поэтому думайте об этом. Как учить отпрыгивать? Начинать удобно, как я учила рассказывать, начинать удобно с дерева, да, находите пологое дерево, вот такое вот, ну, да, если у вас собака хорошо управляет без поводка, то идете заниматься без поводка, без поводка просто будет удобнее. Заводите собаку вот так, основание, ну, говорите ей команду, вперед, ну, чтобы она забежала, да, сюда, сделала два шага, там на корпус зашла, на дерево, какой хотите, может, на поводке, да, потом ее раз, в бок сняли, похвалили, поняли? То есть она сюда, хоп, сняли, потом она когда поймет, она уже будет это в прыжке делать, вы говорите, да, там, прыг, на сюда, и в бок будет спрыгивать на пологое дерево, понятно? Потом учите, находите дерево, которое более вертикальное, то же самое, она уже будет, да, как бы брать больший разгон с большим импульсом, потому что она будет знать, что ей надо сюда, а отсюда спрыгнуть. Можете хоть вот эту вот бума, да, вот эту вот наклонную, по которой на бум заходите, можете хоть с ней тренироваться, вот, она, ну, и максимально потом все вертикальнее, вертикальнее, и все, я училась деревом, со стены собаком сложнее, понять, потому что, ну, не запрыгают они так на стенку, что они дураки, что ли, а по деревьям очень хорошо, тем более, если у вас собак не боится бума, если не боится полежать им там деревьям, по широким ходить, попробуйте сначала просто полежать им, и потом больше, ну, больше, больше деревьев с более вертикальным углом ищите, и все. Это несложно, как бы, ну, несложный трюк, собаке вообще быстро понимаю. Так, давайте чуть-чуть отмотаем. Как долго в день заниматься собакой по методу приближения? Постепенно приближение. Смотрите, смотрите, по собаке зависит от собаки. Если вы только недавно начали заниматься дрессировкой, не делайте много. Делайте буквально несколько подходов сзади, можете один делать подход сзади, но этот подход должно быть, ну, 5-10 повторений. Смотрите по собаке. Какая-то собака может сразу много довольно, ну, смотрите, главное, чтобы в собаке не падала мотивация заканчивать дрессировку и должны, когда собака очень еще хочет заниматься. И когда она уже вымучена и такая, ой, да что тебе еще надо? Нет, трюки так точно не учатся. То есть тогда, когда собака еще хочет, она еще говорит, давай еще, а давай еще. Я такой, ну, нет, все. И тогда она в следующий раз будет, да, стараться все лучше и лучше, и у нее будет гораздо больше желания это все делать. Понимаете? То есть это все очень индивидуально. Ну, делайте сначала там буквально, вот, чтобы отдавать там 10 кусочков. Вот попробуйте так, 5-10 кусочков. Если после 50 кусочков у собаки еще будет сильное желание, ну, в следующий раз заготовьте 15 кусочков, посмотрите. Главное, чтобы мотивация к концу занятия не утухала, да, а чтобы она на уровне, на хорошем была. Так, давайте в конец что-то отмотаем. Так, сейчас. Вот, голос, каким способом лучше учить, если собака одна, ее саму подловить на лай почти нереально. Разве что специально сантехника вызывать. Сантехника сказали, вспомнили. Ну, слушайте, бывает, что если у вас собака лает на дверь, Руслан Гросс, он же все равно лает, да, то можете, опять же, голос учить вот так вот постучать. Многие вот на этот шум такие, бум, да. То есть, вот, первые разы вызывать лай можно на это. Вам нужно найти то, на что собака отреагирует, да, каким-то голосом. Вот, можно, допустим, собаки, если они у вас очень-очень сильно хорошие, да, пищевики, куски, можно, да, взять в руку кусочек, да, ее поманить, вот так вот поиграют, они, бывает, так заводятся, что в какой-то момент, ну, что-то буркают. Тут щелчок и отдаете ей лакомство. Говорит, да, молодец. Сначала вырабатываем, да, поведение, когда поведение выработанное, его подводим под стимульный контроль, как вариант. Многие собаки также на игрушку. Например, я долгое время, да, занималась пысково-спасательной. Там все, там голосовое обозначение, то есть пысково-спасательная, это когда люди теряются, допустим, в лесах, и собака их, он ищет, там грибники, вот это все. Там собака, когда она ходит, она лает, вот, и поэтому, ну, всех собак учат лаять. Вот, там очень часто это делают, именно разыгрывают игрушку, игрушка, собака ходит в дображ, как бы, потом оба игрушку убирают, а делают так, что собака не могла дотянуться. То есть собаку можно на мягком ошейнике, она обычно привязать на поводок, ну, к чему-то там, к дереву. На улице можно и дома привязать двери, разыграть, 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 оп, потом убрать, и в какой-то момент собака буркнет. Если не буркает, опять поиграть, то есть вот, как каким-то образом вызвать лай. Вот так это учится. И вам не надо сначала, чтобы она прямо гавкнула, хоть бы какой-то звук издала, и это уже поощряйте. Помните, маленькими шажками идем к большой цели. Слушайте, ребят, давайте разыграем наш этот самый приз-сюрприз. Я еще раз вам повторяю, если интересно, сделаю пост, напишите, пожалуйста.